МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проезд в автобусе станет дороже с 1 ноября. Депутаты обсудили новые тарифы. Деньги или лекарства федеральные льготники должны сделать выбор. Читаем вслух. Во Дворце детского творчества открылся новый сезон городского проекта. Далее расскажем по всем подробно. Сколько будет стоить проезд в автобусе? Депутаты на очередном заседании комитета обсудили корректировку стоимости проезда на маршруту ГОРАВТОТРАНСА. Администрация предлагает новые тарифы. 30 рублей за наличный проезд, 28 за безналичный. 30 рублей за наличный расчет и 28 за безнал. А такие цены на проезд предлагают установить в городе с 1 ноября. Ранее на Думском комитете звучали другие цифры. Стоимость проезда предлагали поднять до 33 и 31 рубля соответственно. Причем с 1 октября. Напомним, сейчас проезд в Сарове стоит 22 рубля за наличные и 20 за безнал. За одну поездку по безналу 28 рублей, по наличке 30 рублей. И по проездным это 25 и 26. Ну, то есть 25 это 80 дней, 50 поездок это 26. Даже при этих цифрах, то есть у ГОРАВТОТРАНСА будет наблюдаться небольшой минус в результатах деятельности. Повышение не коснется проездных билетов для льготных категорий граждан. Компенсировать такое резкое повышение планируют проездными. Они станут выгоднее. Так, те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, смогут приобрести проездной и одна поездка обойдется ему в 25 или 26 рублей в зависимости от количества поездок. Мы сделаем чуть меньшее повышение в процентном отношении для проездных. То есть если человек работает, но ездит на общественном транспорте ежедневно, для него повышение будет в абсолютных цифрах меньше, чем он будет пользоваться оплатой по факту. Предварительный годовой убыток ГОРАВТОТРАНСА составит при этом около 3 миллионов рублей. Его планируют компенсировать за счет оптимизации расходов перевозчика. О какой-то весомой прибыли говорить пока рано, считают представители МОП ГОРАВТОТРАНСА. Сейчас важно выйти в ноль. На предприятии непростая ситуация. Существенно на нее повлияло то, что последнюю дексацию тарифов в Сарове проводили 4 года назад, в 2018 году. Рассчитывать на такую манну небесную, что сейчас ГОРАВТОТРАНСА озолотится, и у него появится такая прибыль, которую он не будет знать, куда девать, давайте так. Ну плюс 4 года убытка, мы их накопили. Мы их накопили. Это тоже висит домок ловым мечом сегодня на ГОРАВТОТРАНСА. Они ведь никуда не делись. Предприятие продолжает работать. 4 года, вот наш результат хозяйства. Проект решения депутаты вынесли на заседание Думы с рекомендацией принять. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Проблема безнадзорных животных в Сарове – еще один вопрос, который попал в фокус внимания депутатов. К ним обратились зоозащитники с жалобами на докхантеров, разбрасывающих отраву на улицу города. При этом много и тех, кто сетует на стаи бездомных собак, которые не дают прохода. Как найти решение – увеличить финансирование программы отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск, открыть городской приют, призывать к ответу докхантеров или наказывать безответственных заводчиков? Ответ еще предстоит найти. Докхантеры травят собак, защитите животных. С такой просьбой к депутатам обратилась саровчанка Анастасия Зорина. Проблему безнадзорных животных включили в повестку Думского комитета. Сейчас по городу бегает около 250 половозрелых псов. Такие цифры приводит волонтер Светлана Романова. Собаки сбиваются в стаи в тщетных попытках найти пропитание. Помогите нам, пожалуйста, потому что это у нас. Мы боимся за детей, за своих животных, несмотря на то, что, как говорят, что про луку, как вы дурили, да? Люди нет, достаточно поюльпать животных. То есть ситуация вышла уже из ряда вон, уже дальше нет. Мы потеряли овчат, проеки, паски. То есть животные гибнут просто массово. В ходе бурных обсуждений стало понятно, что докхантер – лишь верхушка айсберга. Под названием «Безнадзорные животные на улицах города». Одни считают, что популяция животных без владельцев растет из-за недостаточного финансирования программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Другие видят причину в том, что городской приют закрыт. Достаточно продолжительное время он находится на ремонте. Но все меры работы с безнадзорными животными – лишь следствие. Разбираться нужно с причиной. То есть, если сейчас предположить ситуацию, что вот эти 250 собак куда-то денутся, проблема решится. То есть из дома никто не выгонит. Нет, в большинстве с вами все. Потому что в этом законе, который еще ОСВВ, есть еще один закон, который штрафует людей за плохое содержание жестокое животное. И выброс животного на улицу – это жестокое. Сколько в Сарове за последние пять лет на две штуковые зайцы? А кто за этим следит? Ни одного, да? Ни одного. Стая бездомных собак – результат безответственного отношения людей, которые абсолютно уверены в собственной безнаказанности. Решать эту, казалось бы, нравственную проблему нужно на законодательном уровне. Из европейских стран, там все просто. Там все собаки чипированы, у каждого есть хозяин. Ты платишь нам большие налоги за эту собаку, за то, что ее содержим в доме. И если она, не дай бог, оказывается на улице, все, то завтра теперь заходит полиция и, соответственно, облагает себя соответствующими штрафами, которые идут, в том числе на поддержание государственных программ по контролю за бездомными животными. В Сарове практику чипирования уже применяют только кошкам. Пушистым жителям частного приюта Мурдом ставят чип перед тем, как отдать в семью. Так кота становится проще найти, если он вдруг потеряется. Вопрос с бездомными животными депутаты будут разбирать на заседаниях рабочих групп. В Сарове стартует новый театральный сезон. Откроет его премьера «Дракон» по пьесе Евгения Шварца. Новый спектакль «Саровчане» увидят в пятницу. Накануне открытия сезона директор из «Авлит» театра дали интервью нашей редакции. Выпуск программы «Актуальное интервью» смотрите на нашем канале и в социальных сетях. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Смертность от ковида в мире упала до минимальных значений с марта 2020 года, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения. При этом российские эпидемиологи прогнозируют широкое распространение гриппа. Предупредить эту болезнь может вакцинация. В нашей больнице можно привиться с авигриппом для взрослого населения и ультрекс-квадри для беременных женщин. Саровчанка Ксения Якунчикова, заведующая отделом в Пушкинке, вошла в список номинантов сотрудников общедоступных библиотек всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2022». Заявки прислали 175 специалистов библиотечного дела из 59 регионов России. Следующий этап конкурса – оценка поступивших материалов экспертным советом о формировании рекомендаций для жюри, заседание которого запланировано на третью декаду октября. Пять медалей завоевали ученики Олега Васенькина, руководителя объединения шашки Дворца детского творчества, на соревнованиях на Кубах Нижегородской области среди юношей и девушек. В различных разрядных категориях золотые медали получили Александр Одинцов, Екатерина Разумкова и Екатерина Мачкаева. Серебра удостоены Артем Немчинов и Алиса Рубцова. Также она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Лекарства или деньги? До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться с набором социальных услуг, которые они могут получать в следующем году. В том числе нужно выбрать, будут ли они при необходимости получать бесплатные лекарственные препараты, медицинские изделия или предпочтут денежные выплаты. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и дети-инвалиды, еще ряд некоторых категорий граждан должны до 1 октября определиться с набором социальных услуг. Он включает в себя несколько пунктов, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами. Вместо этого гражданин может отказаться полностью или частично от этого набора и выбрать деньги. Размер набора социальных услуг составляет 1313 рублей 44 копейки в месяц. Основная часть из этой денежной компенсации, конечно, составляет на лекарственное обеспечение. Это около 1100 рублей. Нужно понимать, что это очень маленькая сумма в случае, если пациент отказывается в пользу денежной компенсации. Надо понимать, что пациенты с хроническими заболеваниями, с вновь диагностированными заболеваниями, тратят на лекарства и на лечение гораздо больше. Если пациент откажется от льготы и будет получать денежную компенсацию, то все время лечения, включая дорогостоящие, ляжет на его плечи. Решение гражданин принимает раз в год, до 1 октября. Оно вступит в силу с 1 января следующего года и действует год. За это время у пациента могут обостриться хронические заболевания и возникнуть новые. Современное лечение таких актуальных заболеваний, как онкологические заболевания, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия – очень дорогое. Стоимость препаратов, входящих в комплекс химиотерапии, может достигать нескольких сотен тысяч. Мы знаем, какие дорогие инсулины сейчас. Если пациент выберет обеспечение лекарством вместо денег, ему гарантированы качественные препараты в соответствии с современными клиническими рекомендациями и медицинские изделия. Перечень лекарств в случае сохранения набора социальных услуг определен программой государственной гарантии, регулярно обновляется. Наших горожан мы призываем ответственно подойти к принятию решения. И, конечно, доктора нашей клинической больницы призывают оставить, сохранить за собой право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения для качественного амбулаторного лечения. Сообщить о своем решении граждане должны в пенсионный фонд до 1 октября. Городской музей начала работа экспозиции нижегородского живописца Сергея Родионова «Мой Пушкин». Автор – неоднократный участник выставок «Большая Волга» областных и региональных вернисажей. Его работы регулярно выставляют в Нижнем Новгороде. Картина художника находится в фондах музеев и галерей России, а также в частных коллекциях. Сергей Родионов – нижегородский художник, неоднократный участник областных и региональных выставок. Работы живописца находятся в фондах музеев и галерей по всей стране, а также в частных коллекциях. Художник работает в разных жанрах и видах изобразительного искусства. Масляная живопись, акварель и пастель, тематическая картина, натюрморт, портрет и пейзаж. Автор картин является членом Союза художников России. С 1975 года его выставки регулярно проходят в Нижнем Новгороде и других городах России. В этом году Сергею Ивановичу Родионову исполнилось 70 лет. Данная выставка приурочена к его юбилею. Образ Александра Сергеевича Пушкина занимает в творчестве Сергея Родионова особое место. На полотнах выставки «Мой Пушкин» художник показывает поэта и в моменты безмятежного досуга на природе или на балу, и в церкви за сокровенной молитвой, и в порыве творческого вдохновения, и в ругу семьи. Тематические картины разбавляют масляные пейзажи и натюрморты. В эту романтическую и мечтательную пору в нашем музее открывается выставка Сергея Ивановича Родионова, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, гению русской поэзии, основоположнику литературного языка, человеку, победившему время и пространство. Так же, как и Александр Сергеевич Пушкин вдохновлялся пейзажами осени, так и Сергей Иванович Родионов вдохновился образом Александра Сергеевича Пушкина. Окунуться в атмосферу болтинской осени можно в городском музее до конца октября. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте музея, в том числе и по Пушкинской карте, без возрастных ограничений. Зарубежный антивоенный роман. В такой рубрике печатал в советское время книга Курта Ваннигута «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Это произведение открыли для себя десятиклассники в рамках нового цикла городского проекта «Читаем вслух». Писатель Курт Ваннигут родился в семье американцев немецкого происхождения. Во время Второй мировой войны он записался добровольцем на военную службу. Писатель пережил немецкий плен, а также бомбардировку Дрездена в 1945 году. Воспоминания и впечатления Ваннигута нашли отражение во многих произведениях, среди которых и роман «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Это произведение принесло автору всемирную известность. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения писателя Курта Ваннигута. Роман трехчастный, трехуровневый. Мы с вами читаем только уровень войны. Там есть еще уровень мирной жизни, события, которые происходят с главным героем Билли Пилигримом, и фантастика. Вообще, Ваннигут, он фантастик, по большому счету. Но этот роман очень важен, потому что он описывает то, чему был свидетелем. Новый сезон проекта «Читаем вслух» открыли десятиклассники школ Сарова. Роман «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей» позволил ребятам по-новому взглянуть на события Второй мировой войны и узнать правду о страшном историческом прошлом от первого лица. Книга произвела впечатление и на старшеклассников, и на преподавателей. В целом, сегодняшние прочитанные фрагменты книги заставили задуматься. Сама мать двоих детей отрывки тронули за душу, в какой-то момент даже прослезился. Ученики школы номер 7 ежегодно принимают участие в проекте «Читаем вслух». Сегодняшние старшеклассники читают в стенах Дворца детского творчества, начиная с пятого класса, и в каждый раз открывают для себя что-то новое. Это произведение до этого я еще не знал, но когда нам раздали наши отрывки, сказали название, я до этого прочитал его полностью, оно мне очень понравилось. В нем описываются военные действия, война, как было все на самом деле, там очень много правды. Я считаю, историю нужно знать. Мне дали отрывок произведения, мне сказали произведение, которое будет. Оно меня заинтересовало. Полностью я его не прочитала, но собираюсь это сделать в ближайшее время. Следующая встреча в Дворце детского творчества в рамках проекта «Читаем вслух» состоится 12 октября. Пятиклассники прочитают фрагменты книги Владимира Железнякова «Чутак из пятого Б». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!